Вам надо иметь достаточное количество гормона Т3, то есть улучшать работу печени. Это такой большой надутый упрудий живот. Обломки плохо переваренных веществ откладываются в висцеральный жир, если есть бока, если есть живот, и форма груши. Чрезвычайно полезна для вашей эндокринной системы и вообще для внешности. Дорогие друзья, у нас сегодня с вами очень интересное видео. Мы сегодня с вами поговорим про типы ожирения. Дело в том, что в огромном количестве случаев мы набираем вес не из-за того, что жрём всё подряд, а из-за того, что у нас ломаются структуры в нашем организме. В зависимости от того, какие органы работают неблагополучно, у нас будет совершенно разная картина по отложению жировых клеток в нашем теле, и, соответственно, работать с этим надо совершенно по-разному. Это видео я записываю специально для людей, которые думают, что физическими упражнениями, диетами можно решить все проблемы с избыточным весом. Штука здесь в том, что люди себя измождают избыточными нагрузками, подрывают силы организма, потом не дают своему организму питательных веществ, микроэлементов, этих самых витаминов, и в итоге их тело просто ломается ещё больше. В огромном количестве случаев проблему ожирения, избыточного веса, объёма можно решить, работая с соответствующими структурами гораздо быстрее через массаж и через нашу работу. Давайте разбираться. Первый тип – это когда у человека прямо отвисший живот. Это история с низким тонусом жировой ткани. Эта проблема связана с недостаточной функцией надпочечников или с избыточным количеством кортизола. Помним о том, что кортизол – это прежде всего гормон стресса. Если человек находится в тревожности, в сомнении, в стрессе, то, соответственно, выделяется более высокий уровень кортизола, и жир утрачивает тонус, он становится рыхлым и дряблым, и отвисает в виде складочек. И здесь надо отчётливо понимать, что будет помогать всё, что снижает стресс. Условно говоря, если вы идёте в зал, и там занимаетесь, и это для вас тяжело, то это только повысит уровень кортизола. Если вы сажаете себя на диету, то это только будет повышать уровень кортизола, и таким образом истощать ваш организм, может быть, вы и сбросите какие-то телограммы, но всё равно ваше тело будет затислено, и плотность ткани будет низкой, и тело будет обвисать в складочку. Единственным способом снизить кортизол является либо биохимия, когда вы принимаете соответствующие препараты, либо когда вы снижаете стресс, например, посредством массажа. Дело в том, что окситоцин – главный гормон, который выделяется в тот момент, когда мы делаем массаж, этот гормон существенно снижает уровень кортизола в крови, и таким образом тело начинает работать совершенно по-другому. Надпочечники любят прикосновения, и поэтому делайте расслабляющий мягкий массаж и решить эту проблему. О том, как делать расслабляющий массаж, мы рассказываем в этом видео. Следующий тип ожирения более характерен для женщин. Это ожирение по типу щитовидной железы. Дело в том, что щитовидная железа вырабатывает два гормона основных – Т4 и Т3. Т4 имеет гораздо меньшую эффективность, чем Т3, и, к сожалению, Т3 вырабатывается в щитовидной железе недостаточно. Таким образом, как правило, люди обнаруживают недостаток ключевого гормона и идут к специальному доктору, который начинает им выписывать гормоны щитовидной железы. Ситуация же в другом. Т4 транслируется в Т3, более эффективный и нужный нам гормон, именно в печени. Соответственно, нарушение работы печени приводит к проблемам по откладыванию жира по всему организму. Соответственно, для того, чтобы у вас перестал откладываться жир от щитовидной железы, вам надо иметь достаточное количество гормона Т3, то есть улучшать работу печени. И мы умеем в рамках нашей школы прекрасно работать с желчевыводящими путями. Главное место для печени – это желчевыводящие пути, с которыми проблемы у более чем у 90% людей в популяции. Работайте с желчевыводящими путями, и у вас нормализуется ожирение по щитовидному типу. Узнать, как работать с желчевыводящими путями, вы можете на нашем чудесном курсе «Дорогостоящий массаж». Переходите по ссылочке в описании, мы вам расскажем, что это за курс и в чем его ценность. Не забудьте после регистрации обязательно забрать подарок. Следующий тип ожирения – это печеночный тип, он более характерен для мужчин. Это такой большой надутый упрудий живот. Здесь, казалось бы, и там, и там печень, но в первом случае, когда жир откладывается по всему организму, у нас виновна щитовидка, которая не имеет возможности вырабатывать должное количество гормона, а здесь у нас не работают пищеварительные ферменты. Условно говоря, печень и желчь являются таким специальным органом, который нормализует работу всего желудочно-кишечного тракта. Если мы не имеем достаточной функции печени, то мы не имеем нормального переваривания пищи. Это приводит к тому, что у нас более активно заселяются в тишечник паразитические микроорганизмы и вообще ухудшается пищеварение. Это приводит к тому, что более высокое газообразование, это приводит к тому, что у нас вещества перевариваются хуже, обломки плохо переваренных веществ откладываются в висцеральный жир, то есть у нас вырастает большой надутый толстый живот. Это печеночный тип. Для работы с этим типом, как ни странно, нужна совершенно другая работа. Очень важно, чтобы вы наладили функцию пищеварительной системы, и это невозможно, если вы не умеете работать с лимфатической системой. Первым шагом к нормализации печеночного жира является нормализация лимфатической системы, потому что тишечник забит продуктами распада, он заполнен паразитами всякими. Это не обязательно какие-то глисты, это могут быть специальные бактерии, которые паразитируют на вашем организме и мешают ему нормально переваривать. Только лимфатическая система позволит вам решить эту проблему, и мы учим работать с лимфатической системой в нашем чудесном курсе моделирования фигуры. Он прямо направлен на работу с лишним весом и уменьшением объема. Вторая ссылочка – переходите, регистрируйтесь на бесплатный трехдневный марафон. И завершающий тип ожирений – это яичниковый тип. Это когда жир откладывается по боковым поверхностям бедер, по низу живота. Это связано с избыточным количеством эстродена. Здесь проблема связана с избыточным потреблением белков. Это молоко, мясо, орехи, сыры. Вот это вот все повышает уровень эстродена в организме. Условно говоря, древний организм женщины жил все время в недостатке питательных веществ – белков. И, соответственно, женщина регулярно рожала детей. И в тот момент, когда белков было достаточное количество, женский организм говорил, да, мы сейчас выработаем много эстродена – гормона, который способствует подготовке к беременности. А из-за того, что мы и эстроден после этого тратился, и все было в организме женщины нормально. Мы много едим женщины, много едят белка. Из-за этого повышает уровень эстродена. Беременность не наступает. Как следствие, тело так и продолжает готовиться, выращивая бока, которые защитит ребенка, выращивая животик, который защитит ребенка. Это все прекрасно для беременности, но довольно скверно для организма в целом. Потому что если беременность не наступает, а количество эстродена высокое, это будет разрушать эндокринную систему женщины. Поэтому следует ограничить себя в потреблении белковых продуктов, если вы наблюдаете, что у вас есть эстроденовый тип, если есть бока, если есть живот и форма груши. Следовательно, вам необходимо следить за диетой и в то же время иметь больше физической нагрузки. Потому что когда женский организм имеет физическую нагрузку, он снижает уровень эстродена и повышает уровень тестостерона, что в данном случае может быть чрезвычайно полезно для вашей эндокринной системы и вообще для внешности. Я уже более 25 лет, четверть века занимаюсь человеческим здоровьем профессионально, и меня не устает удивлять вот эта вот сложная взаимосвязь гормонов, поведения, психоэмоционального состояния, физических структур, структур в мозгу и вообще всего этого. Я уверен, что вам, из-за того, что вы на нашем канале, это все также очень интересно. Мы стремимся видеть человека как нечто целостное, когда все влияет на все. Если вы, так же, как и я, глубоко вовлечены в человеческое здоровье, устремлены сделать свою жизнь лучше, зарабатывать на этом деньги, то я вас призываю, непременно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы быть вместе с нами. Вы нам очень важны. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити, и одноименного YouTube-канала и сообщества, где мы вместе делаем жизнь лучше. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok